Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала, мои зрители, мои подписчики, очень рада вас видеть. Я обещала вам видео на тему о том, почему я не покупаю люкс. Я снимала видео 14 вещей, которые я не покупаю, и последним пунктом у меня там был пункт, почему я не покупаю люкс. Больше не покупаю люкс, и это такая большая длинная тема, что я обещала, что я сниму отдельное видео, целое видео на эту тему. Ну и вот я решила снять это видео, я работаю, у меня сейчас, я как бы прервалась на обед, так скажем, да, накрасилась, и, чтобы не пугать вас, и решила, и решила записать это видео. В общем, давайте перейдем к делу. Я ни в коем, ни в коем случае никого не призываю покупать люкс, не покупать люкс. Я уважаю решение каждого человека в этом вопросе, как бы каждый человек волен решать, что для него важно, его приоритеты, его финансовые возможности, и, как бы, что для него является приоритетным и более важным. Есть люди, которые могут покупать люкс без ущерба для чего-то другого. Ну, как бы, есть такие люди, но их меньшинство, все-таки большинство людей или вообще не могут покупать, позволить себе люкс, или, если могут, то они должны, как бы, ущемить себя в чем-то другом, себя и свою семью. Люди, которые могут покупать люкс без ущерба для чего-либо, и, так, как бы, могут пойти и купить люксовую сумку там или что-то еще, когда они хотят, не задумываясь над тем, сколько они тратят, и над тем, что, может быть, эти деньги стоит вложить во что-то другое. Это видео к вам, конечно, не относится, я по-хорошему вам завидую, но я сейчас говорю, о, во-первых, о себе, и, во-вторых, о, наверное, ну, как бы, большинстве населения планеты Земля, которые не могут вот так пойти и купить какую-то люксовую сумку, или платок, или украшение, или часы, или что-либо. Когда, когда им захочется, вот так, как мы идем, допустим, нам захотелось себя порадовать, мы идем, например, там, не знаю, в Сару, Вейчин, а люди идут в Шанель. Вот, люди, которые не могут этого сделать, я посвящаю это видео вам. Значит, я немножко объясню, в принципе, я имею возможность покупать люксовые вещи не так, как, когда я захочу и когда мне этого захочется, но, в принципе, имею. Дело в том, что я живу в Канаде, и средний уровень жизни в Канаде, в принципе, любой человек, который здесь работает на, ну, как бы, более-менее такой нормальной работе, получает зарплату и живет, как бы, вот, с кем-то, с мужем, который тоже работает, да, в принципе, может себе позволить купить какую-то люксовую вещь. Средний уровень жизни в Канаде достаточно высокий, и люди могут им много чего позволить, но вопрос, как часто, нужно ли им это и так далее. Мы работаем с мужем вместе, мы зарабатываем, не бухли, как много, но, в принципе, на жизнь хватает, на жизнь, на отпуск, позволить себе много чего, в принципе, ну, такой нормальный, средний, стабильный заработок, как это называется, middle class, ничего такого, но, в принципе, нормально, да. Я не хочу жаловаться, как бы, совсем не хочу жаловаться, но я, честно скажу, что я не могу позволить себе покупать люксовые вещи тогда, когда мне хочется, потому что, как бы, несмотря на то, что я зарабатываю, ну, у меня есть, у меня дом, у меня есть какие-то обязательства, мне надо платить счета, у меня дети, которых надо учить, а учеба в Канаде стоит денег немалых, то есть, как бы, отправить ребенка в университет стоит достаточно немало, и у меня двое детей, которых я еще должна учить, я, конечно, думаю об этом, я думаю о пенсии, на которую мы раньше или позже выйдем, и в Канаде с пенсионным обеспечением так себе, и, в принципе, каждый человек должен думать сам о своей пенсии, о том, на что он будет жить, если доживет, дай бог нам всем здоровья. И вот, возвращаясь ко всему вышесказанному, я, так сказать, признаю, что я могу себе позволить, например, купить какую-то люксовую вещь, ну, например, я могу это сделать раз в полгода, если я очень захочу, и я, так сказать, вот буду так собирать-собирать денежки, не буду особенно там тратить. Я вот так вот себя зажму и скажу, вот полгода я себе ничего не покупаю, я собираю эти деньги, и в конце этих полугода я иду, например, в Луи Виттон, покупаю себе сумку. Ну, может, даже чаще, чем полгода, ну, так, примерно я так возьму, да? То есть, я говорю о том, что для меня, чтобы купить себе что-то люксовое, я должна себе в чем-то отказать. Или, например, я могу сказать, ребята, моей семье, в этом году мы в отпуск не едем, а мамка хочет купить тебе сумку, и, значит, тогда я беру эти несколько тысяч и иду, значит, в, ну, например, в Шанели покупать себе сумку. То есть, для меня это вопрос приоритетов, и не то, чтобы вот таких жизненно важных, то есть, это не то, что я, там, буду отказывать себе в еде, я не знаю, там, не буду платить за свет и воду, буду сидеть в темноте без электричества для того, чтобы накопить себе на сумку. Нет, я, ну, должна буду, видимо, как-то себя ограничить и в чем-то себе отказать для того, чтобы себе купить какую-то вещь желанную, дорогую и так далее. И я, у меня было время, что я покупала люксовые вещи, у меня есть несколько сумок, у меня есть несколько поясов, серьги Шанель, еще что-то. Вот сейчас даже несколько поясов, ну, в общем, а несколько порогов у меня есть крестьян зер, страшно неудобных. Вот, слушайте, как на духу, шальные гроши были плачены, ходить в них невозможно. И когда-то, когда я, значит, поняла, что я могу себе вот это позволить, там, раз в какое-то время что-то себе купить, я, значит, у меня снесло крышу, и я давай-давай собирала денежки, и потом, там, раз в несколько месяцев тащила их в клюве куда-нибудь, там, в Буэбитон или в Кристиан Дюр. И в какой-то момент я после очередной покупки, по-моему, последнюю сумку Шанель, я купила маленькую такую Шанельку, черную, такую, знаете, немножко вечернюю на выход, стоп-хэндл, я даже не помню точно, как она называется, небольшая. И я ее как-то мало носила, и, в общем, я ее использовала, ну, не очень сильно почему-то, вернее, я даже знаю почему. Сейчас я вам объясню почему. Я купила эту сумку для того, чтобы с ней ходить куда-то на выход, и, допустим, вот мы идем с друзьями куда-то в ресторан, вечером, и я подумала, будет очень nice, она такая маленькая, в нем как раз лезет то, что нужно, вечерняя, вечерняя такая сумочка, и как раз будет хорошо. Я ее несколько раз брала с собой, ну, получается, что ситуация такая, в стране, где я живу, обладание люксовыми вещами не является чем-то эксклюзивным, и, как бы, это не причисляет вас к какой-то такой, в каком-то закрытому клубу, в котором вы, так сказать, себя ощущаете, что вы, как бы, успешный, богатый, у вас есть какая-то, ну, как бы, вы не являетесь какой-то аристократией или кем-то, кому нужно завидовать. В стране, где я живу, в Канаде, к люксу относятся достаточно холодно и спокойно, то есть люди, которые, у которых есть очень много денег, и которые могут себе позволить абсолютно весь люкс, купить, который они хотят, как правило, очень часто его не покупают, и, ну, потому что это не считается признаком вашего успеха. На Западе, в Канаде в том числе, вообще, как бы, вещи, вещи не являются признаком успеха. Ни одежда, ни машина ваша, ни сумка, ни часы не являются признаком того, чтобы успешный человек. Почему? Потому что здесь очень много людей, которые имеют очень много денег, но ездят на очень простых дешевых автомобилях, не носят часы Rolex и Cartier, а носят пластиковые какие-нибудь эти самые, или там Apple Watch максимум, что, как бы, тоже может позволить себе много кто. И насчет одежды вообще не заморачиваться. Ну, как бы, вы знаете, вы ведь видели, вы видели марка Цукерберг, вы видели, как одевался Стив Джобс. То есть, вы понимаете, о чем я говорю, и поэтому носиться сумкой Шанель и думать, что все на вас смотрят и думают, вот эта тетка в жизни успела, вот она, значит, вот вообще, как бы, ну, крутая, да? Нет. Никто не смотрит на вас и не думает, что вот вы поймали бог за яйца, и вы вообще крутая-крутотень, и если у вас есть сумка Шанель, то вы чего-то стоите в этой жизни. То, чего стоите вы в этой жизни, может быть, говорит о вас ваш дом, например, что если вы живете в самом дорогом районе, скажем, Торонто, и у вас дом, который тянет там на 7-10 миллионов, тогда, да, наверное, глядя на ваш дом, кто-то, проходя мимо, посмотрит и скажет, что эти люди, они в жизни успели, преуспели и что-то добились, или просто деньги эти были унаследованы, или они просто их удачно наворовали. Но обладание брендовой люксовой сумкой не является признаком вашего успеха и удачности в этой жизни. Ну, так это устроено в Канаде. Поэтому убить кого-то с сумкой Шанель я не в состоянии, понимаете? То есть люди, которых я не знаю, люди незнакомые, которые видят меня, что я, значит, прихожу такая вся с сумкой Шанель, они видят и не испытывают никаких эмоций по этому поводу, понимаете? Дальше. Друзья мои, например, в окружении, каждый из этих людей, примерно зарабатываемые все примерно одинаково, они точно так же могут купить себе эту сумку иногда, если они захотят. Кстати, никто из моих друзей такие вещи себе не покупает, кроме меня, сумасшедшей. И, ну, вот никто из моих подруг не обладает какими-то люксовыми сумками, при этом у них достаточно денег для того, чтобы ими обладать. Ну, они, ну, не приоритет. Это, еще раз, это не является признаком чего-либо. У меня есть подруга, которая любит необычные, красивые, неординарные вещи, и она покупает себе какие-то эксклюзивные, очень дорогие, где-то онлайн находит, ну, какие-то, знаете, такие очень оригинальные, очень необычные, нестандартные вещи, которые выпускаются в одном экземпляре или в нескольких экземплярах, ручной работы, просто потому что она любит такого типа вещи, на них нет никаких брендов. Вы, если увидите его, вы не поймете, сколько он стоит. Ну, кроме того, что вы увидите, что это хорошая, качественная вещь, но она не произведет на вас впечатление, что вот, ой, там, чуихи полно бабок, она, как бы, может себе позволить какой-то там логотип. То есть делает она это, потому что ей это нравится, она любит такие вещи, она ищет, она как бы коллекционер, она собиратель, она ищет вещи необычного дизайна, ручной работы, очень дорогие, эксклюзивные, которых больше ни у кого нету. Она кайфует от обладания этими вещами, зарабатывает хорошо, платит большие деньги за это, имеет право, может себе это позволить, но это не для того, чтобы кто-то увидел и сказал, что вот у нее действительно много денег, и она как бы вот чего-то добилась в этой жизни, потому что, как правило, вещи, которые у нее есть, они никто, как правило, никто, кто не разбирается, очень узкий круг людей, которые разбираются, а в основном люди не разбираются, они даже не поймут, что эта вещь ужасно дорогая. К чему это я все говорю? Что вот круг моих друзей, убивать их, так сказать, сумкой Шанель или другой любой брендовой сумкой, это совершенно бессмысленно, они прекрасно знают мой доход, они прекрасно знают, что я могу себе позволить, они прекрасно знают мой заработок, ну не знают точно, сколько я зарабатываю, но они знают мой доход и знают, что я могу себе позволить, поэтому как бы, ну вы понимаете, о чем я. Я понимаю, что есть очень много людей, которые покупают себе брендовые вещи дорогие, не для того, чтобы кому-то показать, на что они способны, а для себя, может быть, чтобы себе показать, на что они способны, может быть, для того, чтобы удовлетворить свое какое-то желание. Вот я всю жизнь мечтала иметь сумку Хермес или Шанель, и вот я, да, добилась того, и я могу себе это позволить. И я это сделала. Я, да, добилась того, что я могу себе позволить эту сумку, и она у меня есть. Но в какой-то момент я поняла, что вот на примере этой сумки Шанель, которую я брала с собой несколько раз, и поняла, что как бы, ну, что она у меня есть, что у меня ее нету, что я беру с собой сумку Шанель, когда я встречаюсь с друзьями в бар и ресторан, или я беру с собой сумку из Зары. Это не меняет ничего абсолютно ни в моем мироощущении, ни в отношении людей ко мне, ни в моем каком-то самосознании себя, насколько я вот успешна и удачна, потому что я-то сама знаю, насколько я успешна и удачна. Друзья мои знают точно так же. Опять же, люди посторонние вокруг меня, для них это ничего не значит. То есть, если мы говорим о том, что покупая люксовую вещь, мы как бы утверждаем свою статусность, то в стране, где я живу и в кругу, в котором я общаюсь, это не является утверждением статусности, понимаете? То есть, поэтому с этой точки зрения покупка люксовых вещей для меня как бы теряет полный смысл. Для себя, опять же, я еще раз повторю, для себя я сама-то знаю прекрасно, чего я стою, чего я добилась и какой у меня доход. Поэтому доказывать себе, что я чего-то стою, купив еще одну сумку Шанель или еще одну сумку Louis Vuitton, у меня есть сумка Шанель, у меня есть сумка Louis Vuitton. Ну, окей. Я знаю, что я могу себе это позволить. Доказывать что-либо себе мне уже не нужно. Я уже в таком возрасте, что я уже как бы вот. Вот. И еще один момент, который для меня тоже имеет очень большое значение. Когда я начала покупать брендовые вещи, я действительно... Разница между качеством брендовой вещи и качеством вещи, например, из масс-маркета колоссальная. Было. Когда вы возьмете в руки сумку или пояс какой-то очень дорогой бренда, вы сразу чувствуете, что это не масс-маркет. То есть... Ну, вы понимаете, о чем я. В последнее время ситуация очень изменилась. Ситуация изменилась настолько, что приходя в магазин брендовый дорогой и беря в руки сумку, и вы понимаете, что она стоит несколько тысяч, вы не понимаете, почему и за что. В последнее время качество люкса упало настолько и настолько стало не соответствовать той цене, которую они хотят получить за эту вещь, что я, например, себя чувствую каким-то вот, знаете, каким-то... Что меня просто вот надувают, понимаете, то есть мне пытаются продать за сумасшедшие деньги какой-то гэ на палочке, извините. Ну, не гэ на палочке, но понимаете, когда вещь стоит с моей точки зрения несколько тысяч долларов, там не должно быть вообще ни к чему придраться. То есть вообще ни к чему. А зачастую в этих вещах последние несколько лет, ну, качество... У меня есть сережки Шанель, дайте вот эти вот, ну, вот сиси перекрещенные с белыми камушками, не белыми, а кристаллами прозрачными. И каждый раз, почти каждый раз, когда я ее надевала, я теряла камень из этой серьги. И каждый раз я должна была их отправлять или ехать в Шанель, и они бесплатно мне чинили, вставляли, забирали эту серьгу у меня там на несколько недель, и потом они мне ее привозили, или я ехала ее забирать. И мне это просто, ну, слушайте, они стоят сотни долларов, при том, что это не золото, а, в принципе, как бы, ну, металл обычный. И, ну, это ни в какие ворота. Ну, правда, что ни в какие ворота. Замки на этих брендовых сумках царапаются. Я, если вы видели мое видео, когда я снимала ужасный люкс, я пришла в Outlet и снимала, и показывала вам сумку Fendi, у которой из ручки торчали там нитки. В общем, причем это не потому, что это был Outlet. В Outlet просто вещь, которую не продались в магазине. Она была там лаковая, желтая, яркая сумка. Я понимаю, почему она не продалась в магазине. Я понимаю, почему она бывала в Outlet, потому что это спорный такой, знаете, за такие деньги это спорная вещь. И она уже в Outlet лежала, и у нее уже была ручка, это вся растрепана, там нитки из нее торчали, или какая-то вот эти вот обрывки вот этого вот кантика, который, знаете, обрамляет вот эту ручку. Ну, на мой взгляд, это недопустимо и невозможно за сумку, которая в Outlet и там стоила тысячу чем-то долларов. Не помню, сколько, не скажу. Если вы это видео не смотрели, обязательно посмотрите. И, кстати, я вам хочу сказать, если вам нравится это видео, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, и я буду вам очень благодарна за это. Так вот, вернемся к качеству. Качество настолько не соответствует цене, что я, ну вот будем называть это саботаж. Я саботирую люкс, потому что я считаю, что они не имеют права требовать такие деньги за ту продукцию, которую они, так сказать, предоставляют нам. Причем цены все время растут, качество все время падает. Нет, для меня это так не работает. Я считаю, что это просто вот наплевательское отношение к клиентам. Отношение такое, что да ладно, и так все равно купят. И, в общем, ну что там уже, можно и особо за качеством не запариваться, понимаете. Это, ну вот, старые, ой, мне нужно включить что-то, секунду. О, пришел. Сейчас я должна закаргулиться, потому что я должна ответить. Старый люкс действительно был совершенно другого качества. Если вы знаете, что замки даже в сумках Шанели были позолочены, в общем, я, честно говоря, я даже думаю, что если да, 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 если вы очень хотите люкс, то стоит покупать, как бы, приоунд, то есть, ну, с рук у кого-то старые, старые сумки, которые были в тысячу раз лучшего качества, чем сумки, которые продаются сейчас. И смысл лишать себя чего-то или, там, своей семью для того, чтобы собрать денег и купить вот эту сумку, в которой у меня будет стоять, и с которой мне зачастую даже, знаете, немножко, ну, не могу сказать, что здесь стрёмно ходить с брендовыми сумками в Канаде, но это, как вы знаете, ходят, ходят, конечно, очень многие ходят, но, то есть, может быть, Канада отличается, и Штаты отличаются от Европы, но здесь действительно ходить с такой сумкой немножко так стрёмно, особенно, ну, вот молодежь вообще, ну, как бы, очень редко, ну, очень редко. Они, если покупают что-то очень дорогое и брендовое, то это вещи, на которых нету логотипа, чтобы никто не светить вот этими названиями, чтобы не показывать явно, что они, как бы, пытаются показать, что у них есть деньги. Взрослые дамы-то ходят, но, как бы, опять же, не, ну, поскольку это не является признаком статусности, то никто не обращает вообще на это внимания, на самом деле. Ну, вот, собственно, это мои мысли, это то, что я вам хотела рассказать и объяснить, почему я перестала покупать люкс, и я надеюсь, что он был интересный, я надеюсь, что кого я не обидела, потому что я знаю, что очень много есть людей, которые покупают люкс, но, опять же, мы все живем в разных странах, мы все живем в разных условиях, у нас разный круг и так далее, есть люди, которые не могут позволить себе не ходить с люксовыми сумками, например, у меня есть, кстати, одна знакомая, она риэлтор в Торонто, и в ее кругу не иметь, допустим, сумки Шанель и шубы натуральные, вот, представляете, до сих пор натуральная шуба является зашквар, поэтому вот она себе это покупает, она с этим ходит, но, опять же, она мне, кстати, как-то сказала, говорит, я их не люблю, эти сумки, я их покупаю только потому, что в моем кругу на меня будут смотреть как-то так не так, если я не буду вот носиться сумкой Шанель, там, ездить на Мерседесе, ну, кстати, она ездит на Тесле, что в последнее время стало намного круче, чем ездить на Мерседесе. Вот, собственно, про это такое у меня видео, и я надеюсь, что, опять же, никого не обидела, и что вы поняли мою идею, вы поняли мой посыл, хотя очень я сбивчиво и смутно это все объяснила, и увидимся в следующем видео. Спасибо, что вы меня посмотрели. Пока-пока. Люблю, целую, бай.